МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска о главных событиях дня. Жители поселка Новодоленко протестуют из-за повышения тарифа на электроэнергию. В Караганде едва не сгорели 4 ребенка. Гибель детей предотвратил полицейский. Впервые в Караганде хор турецкого с новым проектом. Праздник песни. Споем вместе. Жители Новодоленки, которые остались без света, выразили свое недовольство услугами компании Жизказган Энергосбыт. За 1 киловатт света новодолинцы должны платить 14 тенге. Но квитанции приходят на совершенно другую сумму. Оплата за свет поднялась сразу на 5 тенге. Теперь за 1 киловатт жители должны платить 19 тенге. Повышение тарифа ощутимо для бюджета новодолинцев. Из 6 тысяч большая часть пенсионеры. Основная часть их денег уходит на оплату коммунальных услуг. Я получаю пенсию. И всю пенсию отдаю на вот эти услуги. Мне не хватает денег. Я беру опять кредит. И вот за счет этого только выживаем. И вот так все в поселке. Проблема началась не сегодня, а почти год назад. По словам жителей, компания Жизказган Энергосбыт необоснованно подняла тариф на электроэнергию. Новодолинцы неоднократно обращались в суд. Но процесс до сих пор идет. Все должны платить. Почему? На каком основании все должны платить? Сколько можно народа обманывать? Да везде дешевле, везде. Взять ту же долинку. Хотя энергетики там же находятся. Там дешевле. Да ГРП дешевле. А у нас поселок как рублевка получается. Представители компании Жизказган Энергосбыт сказали, что за последние два месяца долг населения перед компанией достиг 13 миллионов тенге. Поэтому всех должников в ближайшее время планируют отключить от подачи электричества. С каждым годом тариф станции и организация перевозок дорожают. Мы ведь тоже покупаем эту энергию. Сегодня мы платили станции 8 тенге 68 тыин без НДС. Еще надо включить 12% и ряд организаций. 5 тенге уходит только в Караганды-Жарык. Суммируя все это и получается такой тариф. История пока не имеет конца. Бесконечные судебные процедуры продолжаются. Екатерина Афанасьева, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. В Караганде едва не сгорели 4 ребенка. Прибывший на вызов участковый инспектор Новомайкудукского отдела полиции Даурен Алтаев вынес из горящего дома детей. Соседи и мама спасенных просят представить к награде мужественного полицейского. В тот злополучный день соседей насторожил громкий и долгий детский плач. Жильцы дома начали волноваться. Один из них выдавил глазок и тут же из двери повалил дым. Люди сразу вызвали пожарных и пытались выломать дверь. Участковый шел, я помню, он шел, мы плакали все, там, ну, соседи кричали помогите, там, спасите детей. Мама спасенных детей со слезами на глазах вспоминает тот день. Женщина от всей души благодарит полицейского за то, что он не остался в стороне, не стал ждать пожарных, а сам принял смелое решение. Одного ребенка спас мой сосед, но больше он не смог зайти. Потом пришел участковый и вынес всех моих детей. Когда я пришла, я была в шоке. Мои дети были без сознания. Младший был в машине скорой помощи. Спасибо огромное Даурену Алтаеву. Он спас моих детей. Сам майор полиции не считает это подвигом. По его словам, мужчина не совершил ничего такого, чего не сделал бы любой другой полицейский. Соседи сказали, дети долго плакали. Я заходил два раза, шел на ощупь. Ничего не было видно. Глаза слезились от дыма, в горле першило. Стоять было невозможно. Я на корточках пробирался по задымленным и горячим комнатам. Сколько их было, я не знал. Прошел одну комнату, пощупал, никого не было. В другой комнате тоже никого. И тут я нащупал детскую ручонку. Попробовал рассмотреть, сидят четверо малышей. Вернее, уже без сознания лежали. В тот момент моему счастью не было предела. Схватив младших детей на руки, я пошел назад. Даурей Налтаев вынес детей. Их забрали врачи скорой помощи. Намочив лицо тряпкой, полицейский пошел за остальными детьми. Соседи и мама просят наградить смелого полицейского. Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. На постоянном контроле Акимата области находятся вопросы рационального вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. По итогам инвентаризации сельхозугодия было выявлено 1 миллион 835 тысячи и две десятых гектаров неиспользуемых земель. Приняты меры по 78 процентам из них. За истекший период 2016 года при годовом плане вовлечения 418 тысячи и пяти десятых гектаров вовлечено 211 тысячи и семь десятых гектаров. Из них на конкурсной основе 154 тысячи и три десятых гектара и для реализации инвестпроектов 56 тысячи и шесть десятых гектаров. С марта приостановлено предоставление земель сельхозназначения на конкурсной основе. В связи с внесенными изменениями в земельное законодательство, начиная с 1 июля, земельные участки сельскохозяйственного назначения будут предоставляться только через аукционы. Акимов по району разработаны в режиме плана вовлечения в обороте земель сельхозназначения в штатах и через аукционы. В силу текущего года местность мы можем в районе через карты и планируем цивилизовать в частности 370 земельных участков, в очереди 286 тысячи и шесть гектаров. На предъявленной данной работы области обязательного указания в обороте земель сельхозназначения. Кроме этого, привлечены к административной ответственности 14 физических и юридических лиц за самовольное занятие 184 земельных участков на площади 1936 гектаров с наложением штрафа на 12 миллионов 761 тысячу тенге. Между Департаментом государственных доходов области и управлением принят совместный план мероприятий по повышению базовых ставок земельного налога на неиспользуемые земли сельхозназначения. Уже указано право усматривая в районных городах области создание рабочих труб по выявлению используемых земельных и применению решений о масштабах по повышению базовых ставок. Однако в настоящее время рабочие группы созданы только в Желакинском и Нинском, Академском и Удовском районе. Анализ показал, что в области отсутствует увеличение роста продукции растениеводства, а рост продукции животноводства незначительен. Хотя благодаря инвентаризации к использованию земельных участков приступили сельхозформирование на площади 1 миллион 159 тысяч и 4 десятых гектаров. Акиматами районов и городов разработаны и утверждены планы по вовлечению в оборот земель сельхозназначения до 2020 года. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Малом Зале Театра имени Сакена Сифулина состоялась пресс-конференция знаменитого хора турецкого. Журналисты Караганды решили узнать новые подробности о знаменитом коллективе и какой сюрприз ждет гаража. Нам это очень все нравится. 25 лет независимости Казахстана, 25 лет хора турецкого. Мы существуем в параллельном мире. И вот как у турецкого развивается 25 лет, модернизируется, становится более узнаваемым, более популярным, более сильным, более крепким. Так год от года расцветает Казахстан. И мы это наблюдаем. В республике Казахстан популярна песенная культура бывшего СССР. У знаменитого коллектива и в шахтерской столице есть своя аудитория. Мы за 25 лет более 5000 раз выходили на сцену, более 4 миллионов километров проехали. То есть 4 миллиона километров, чтобы вы понимали, это 100 раз вокруг экватора. То есть это колоссальное движение. Примерно 100-110 раз в год мы летаем на самолете в разные места по всему земному шару. И поэтому 150 концертов это не так оказалось много. Это даже еще не все города, где мы когда-либо побывали. Но мы решили все-таки в юбилейный год быть везде. На этот раз хор турецкого приготовил для карагандинцев уникальный формат концертной программы. Вместе с музыкантами десятки тысяч человек споют любимые песни нескольких поколений. Проект уже окрестили народным караоке, ведь поют абсолютно все. Такие праздники заряжают особые энергии, дают чувство единения и сплоченности. Артисты решили привезти свой новый проект в Казахстан после его невероятного успеха в России. Тут у нас есть такая прямо задумка, чтобы дети были на концерте, чтобы у нас была своя школа, и она у нас будет. Где-то своя мастерская, и она у нас будет. И, например, вот у нас было сейчас юбилейное шоу в Государственном Кремлевском дворце. Три раза. И мы в это шоу ввели детей. И они пели несколько песен. Две песни пели сами, одну песню с Ольгой Давыдовичем Кобзоном в нашем концерте. То есть как-то мы пытаемся приобщать детей. Поскольку в Республику Казахстан я вот сейчас на празднике песни не мог привезти детский хор, я сделал хитрый еврейский ход. Репертуарная программа праздников песни будет схожа с российской, но есть особенности. Обязательно будут исполняться песни и на государственном языке, а также что-нибудь из репертуара Батырхана Шукенова. Праздник песни запланирован еще в пяти городах Казахстана. Усть-Каменогорск, Алматы, Шемкент и Астана. А для карагандинцев хор Турецкого выступит 29 апреля на набережной Центрального парка. А сердце Замбаева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Наука, техническое регулирование и инжиниринг в строительстве. Состояние, перспективы. По таким названиям в Караганде состоялась международная научно-техническая конференция. Посетили ее ученые и специалисты из США, Германии, Великобритании, России, а также наша съемочная группа. Впервые в нашей стране конференция проводится Казахстанским многопрофильным институтом реконструкции и развития ПрикорГТУ и Национальной ассоциации строительной отрасли Республики Казахстан. Казмир является известной в Казахстане научно-исследовательской, экспертной и проектно-изыскательной организацией, которая осуществляет прикладные научные исследования, разработку нормативно-технологических документов и инжиниринговые услуги в области строительства. На конференции, в частности, будут рассмотрены новые подходы к проектированию зданий, новые технологии по проектированию, новые технологии по изысканию, используя которых проектные исследовательские организации смогут разработать новые технические решения, которые повысят качество строительства. В работе форума приняли участие ученые и специалисты ведущих университетов, научных центров Германии, Великобритании и России, а также ответственные работники министерств и ведомств страны. Маргарет Нельсон – профессор Болтонского университета. Женщина в Караганде не первый раз. До этого она трижды преподавала лекции студентам в КарГТУ, а в этот раз она привезла новые технологии обучения студентов по строительному курсу. Тема моей презентации – влияние образования в сфере строительства и инженеринга. Новые технологии состоят из биотехнологий. Все это в дальнейшем поможет студентам быстрее освоиться после выпуска из университета. Церемония открытия конференции прошла в актовом зале КарГТУ, которую не пропустил и заместитель Акима Карагандинской области по промышленности Ануар Ахмеджанов. В этом году впервые в Караганде состоялся конкурс «Класс года». За звание «Лучшие» боролись 14 школ. Учащиеся демонстрировали не только знания, но и свою артистичность, умение работать в команде. Для того, чтобы принять участие в городском конкурсе «Класс года», нужно сначала пройти отборочный тур в своей школе. Участие могут принимать ученики с 8 по 10 классы. Финал конкурса прошли всего 6 школ из 14. И вот сегодня у нас это финал. Значит, к финалу подошли сначала, значит, было портфолио каждого класса, было изучено. Потом вот сейчас сегодня провели конкурс по знаниям. Теперь вот сейчас они проводят рекламу, каждый своего класса будет показывать. И жюри по всем этим трем параметрам оценят работу каждого класса и выявят победителей. Класс, представлявший 39-ю школу, 9-й Б. На зерке Абсалям учится на отлично и принимает активное участие в различных конкурсах с детства. В этом конкурсе я была в Креативе, в команде Креатива. В этом конкурсе нам дали задания и мы по этим заданиям выполняли все необходимое. Дали нам плакаты, мы туда рисовали то, что нужно и говорили об этом. Заветный кубок и звание лучшего класса города получила 92-я гимназия. Организаторы говорят, что на этом останавливаться не стоит. И в следующем году конкурс состоится в 39-й школе. Асель Сазанбаева, Исламбекоспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Наш город открыт для творческих людей. Участники международного фестиваля конкурса Тулга порадовали карагандинских зрителей. Наша съемочная группа не осталась в стороне. Третий международный фестиваль конкурс Тулга прошел в здании партии Нур-Отан. В нем принимали участие только самые лучшие по пяти направлениям. Это вокал, театр, мода, чтение и танцы. Сегодня завершающий гала-концерт. Конкурс проходил три дня на высоком уровне. Сегодня у нас завершающий концерт. Я вижу, что все участники довольны. Они большие молодцы. Мы желаем им творческих успехов. С каждым годом количество участников растет. В этом году их число порядка 700. Кстати, это не только жители нашей страны, но и гости из Монголии. Ограничений в возрасте тоже как такового не имеется. Участвуют все желающие. Танцевальный ансамбль «Айнас» приехал на конкурс из Атыраусской области. Красивые танцы раскрепощенные танцоры дарят вот уже на протяжении 8 лет. Всего в их ансамбле 98 человек, но приехать на фестиваль смогли лишь 25. До этого мы уже участвовали в 9 соревнованиях и везде занимали призовые места. Здесь нам тоже очень нравится. Мы верим, что сможем победить и тут. Конкурс прошел по инициативе Центрально-Азиатской академии и научного центра «Лингва». Участники, занявшие призовые места, были награждены дипломами и ценными призами. Екатерина Афанасьева, Ужас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин